Продолжение следует... 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 в гроб. Черногубов, известный коллекционер, пробрался к друзьям Ксету, смело прозикнуть в дружбу, в присутствие во время смерти, вынул из гроба письмо и прочел. То было письмо матери поэта, на конверте которого стояли те же слова «Вскрыть после моей смерти». Несколько историй насчет рокового письма, вложенного в гроб, приводит Леренбург в своей книге «Люди года жизни». Племянник Ксета, Пузин, рассказывал мне, что поэт из письма завещания своей покойной матери узнал, что его отцом был гамбургским евреем. Мне рассказывали, что Ксет завещал похоронить письмо вместе с ним. После революции кто-то вскрыл в гроб и нашел письмо. Конец цитаты. В любом случае, всех смущала еврейская внешность, ее отмечали постоянно, но интерпретировали в основном враждебно, даже те, кто восхищался его поэтическим делом. Сюда относится ближайшее окружение Толстого. Сестра Софья Андреевны, Татьяна Кузьминская, та самая, которая посвящена испарению света «Сияла ночь», вновь богован сад, дочь Толстого Татьяну Сухотина, ее брат Сергей Львович. К примеру, последний в своих воспоминаниях, приготовленных к изданию тем же Пузиным, называет наружность света характерной. Цитирую. «Большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с синими жилками, его еврейское происхождение было ярко выражено». Конец цитаты. Этому генозису явно соответствуют и у него, и у Бея Катьяна, и у Гутьяра психологические пороки фета. Жесткость, расчетливость, холодность к людям, искательность и честолюбие. По убеждению Бартенева, еврейское происхождение фета ярко и несомненно выказывалось в его обличии. Решительно поддержав этот аргумент, характерные еврейские черты, характерные, в его лице отметил также известные свежие федина, предположительно связавших с родом беккеров, которому принадлежала мать-поэта. Цитирую. «На известном портрете Рейпина, написанном в 1881 году, они особенно бросаются в глаза. Пусть это доказательство не так умедлительно, как документальные данные, вполне возможно предполагать, что беккеры были еврейского происхождения, хотя бы по женским линиям». Конец цитаты. «Коль скоро в подобных суждениях широко используются визуальные наблюдения, решают поделиться и собственными. Я живу из одного из религиозных кварталов Иерусалима, по улицам которого люди, неотличимые от федина, ходят десятки. Это поразительное сходство снова ввергает нас в область слух и предположений, нанесенных на готическую историю с загадочным писемом. Мы не знаем, действительно, скрыли ли кто-либо гроб федина и прочел ли текст, но мы знаем, что достоверно известно, кто именно хотел это сделать. Это был все тот же Борис Садовской. Цитирую. «Я обдумывал план отправиться на могилу феда, вскрыть гроб и насмотреться на кости. Кошмары эти неприятные». Как бы ни стремился мемуарийская потеря вычитателя, дело вряд ли сводилось к подобным приятностям. Невозможно представить себе, скажем, самого пламенного поклонника Пушкина или Толстого, который мечтал бы о разрытии могилы, чтобы в свасть налюбоваться костями любимых писателей. Скорее всего, Садовской просто фантазировал, относительно самой возможности достать в гроб роковое письмо, чтобы лично удостоились вместе. Заподозрить при этом Садовского в банальном безумии мы не вправе. Позднее он стал очень крупным и на редкость успешным провокатором НКВД операции монастырь. Столь же допустимо, что загадка рокового письма, гробового письма усплёплась вышла и Георгий Блок. В середине апреля 21-го года он уведомил Остроухова о контактах с Садовским. Я написал бы вторично, прося более гробокопательских сетях. Учил ли он их мы не знаем. Его тоже угнетала неотвязная мысль о еврейском облике фета. Уже в третьем своем писеме к Садовскому он делится с ним мрачной догадкой, подкрепленной актуальными биологическими штудиями. Передача скотства дело капризное. Ученый, создавший новую науку Евгению Куб, рассказывает по этому поводу много любопытного. Кстати, они очень заинтересовались фетом и наседают для меня со всякими анкетами. Конец цитата. Вслед за фетиной Блок с этим рассуждает о том, не имел ли еврейского происхождения Бекер, дед поэта со стороны матери. Цитирую. Ведь эта кровь стойкая, иной раз десятки в поколении ее не вывести. Возможно, в его опасениях звучит и собственный фамильный опыт. Но уже 27 сентября того же 21 года он радостно извещает единомышленника о результатах своих разысканий в области фетовской родословной. Еврейского нигде ни капли. Новость, безусловно, пришлась по вкусу от рейсадов, но до конца не развернула скепсисом. Спустя пять коиновет, Садовского все еще пугают тот рейковский портрет фета, вывешенный в третиковке, который с такой шокирующей очевидностью запечатлел еврейские черты оригинала. Об этом жгучем беспокойстве свидетельствует письмо Чуковского Репину, датьяной Пасхе 27 года. Как относился к вашему творчеству фетов? О чем мы говорили с ним во время сеанса? Что сказал он о своем портрете вашей работы? Как восприняла ваш портрет Мария Петровна, его жена? Спрашивая не из пустого любопытства. Борис Садовской, заканчивая биографией фета, просит меня передать вам эти вопросы и умоляет вас ответить на них как можно подробнее. Легко догадаться, на что надеешься Садовской, но увы, из ответов следует, что ни у самого поэта, ни у его жены изображение никаких протестов не вызвало. Хотя, подчеркивает Репин, в других случаях фет крайне бесцеремонно и назойливо вмешивался в городах. В 1942 году рассоветческую эстафету подхватил в нацистской Германии словец Траутман, поместивший в цайчьи славящей филологии заметку о происхождении матери поэта. В своей капитальной монографии о фете немецко-американская исследовательница Эмили Кленин с деликатной уклончивостью называет материал, цитирую, ценным свидетельством породившего ее Цайтгайста. В 1990 году, когда тот же Цайтгайст успел уже акклиматизироваться в России, свой неполный, как указала Кленин, перевод Траутмана, сверхпатриотической литературной России напечатал некий дюдашки. Еще через два года заметку переиздали в курском сборнике, посвященном фету, почему-то снова без ссылки на выходные данные источника, зато по соседству с близким подуху статьей Кужина. Я должен отметить, проще, что купюры носят, в общем, второстепенный характер, но вместе с тем они несколько скрадывают розенберговскую одиозность немецкой публикации, которая вышла в период войны с СССР. В значении регионала дважды используется специфический нацистский термин, особенно зловеще звучавший именно в Тягоре. Нариду с Хемницером и Гюхельбекером Траутман счел Фета, вероятно, третьим Райхстойче на русском парнасе. По крайней мере, у него, как и у Берцена, была Райхстойче мудра. Применительно ко всем трем поэтам, едашки просто заменил обозначение Райхстойче слову немец, но зато мать Хета, вероятно, для большего благозвучия основательности он отличает все же имперской немкой, статус не совсем понятный сегодняшнему читателю. Цель самого Траутмана, заявленной в конце заметки, опровергивать уже известное ему утверждение Гутьяра о том, будто Шарлока Текер была немкой еврейского происхождения. При всем том, нет трудно догадаться, что в Германии 1942 года Райхстойче с внешностью Фета не стоило выходить на улицу. Разыскание своего национал-социалистического предшественника успешно продолжили покойный Кожанов и его единомышленница Вероника Шеншина, проживающая в Хельсинге. Последняя провела в данном штате кропотливую архивную работу и отважно преодолев хрифоной древнего немецкого шрифта, то бишь обычного готического шрифта 17-18 веков, восстановила, плюс вам, правду, в частности относительно вероисповедания матери поэта и ее родственников. Из архивных источников следует, что все они были лютеранского происхождения. Само по себе это обстоятельство, правда, мало что доказывает, но для националистов оно посвящало утешительно. Я буду сказать дальше эти слова «пикантный момент», когда Шеншина попыталась доказать, что настоящим отцом Фета был Неофетик Шеншин, клану которого она принадлежала. Ее страстный, хотя и заочный русский патриотизм, соединился с клановой амбицией. Аргумент главный был такой. Единственное препятствие было полное отсутствие доказательств, а главный аргумент был такой. Во-первых, по своей глубинной сущности и мироощущению Фета оставался человеком исконно-русским, а главное, что с указом государя, как и с волей самого поэта, и Свет им придется смириться. Завершая краткий отчет обо всей этой увеселительной истории, Свет однозначно резингирует ее смысл. Опубликованные документы действительно никак не подтверждают расхожего мнения Эврести Фета. Необъяснимый по-прежнему остается только загадкой в облике. При минических тенденциях вполне вероятно, что на этот предмет рано или поздно будет произведена экспертиза ДНК, но, скорее всего, о результатах мы ничего не узнаем. Столь бурное и стянувшееся оттружнение проблемы позволяет, однако, взглянуть на нее со всего иной стороны. Я имею в виду национальные религиозные притяжения самого Фета, то, что сопряжено с еврейством и его духовным наследием. В начале своей службы в штабе Хокуса он заведовал, называемым, кантонистским столом. Кантонисты, пишет он мемуары, были набраны из четырех губерний Херсонской, Киевской, Подольской и Волынской, что, конечно, указывает на обилие средних евреев, хотя сам он об этом обстоятельстве умалчал. Фета обучал в грамоте Ветхову и Новому Завету, молитвам, географии и прочее. Но у него имеются и чисто миссионерские обязанности. Рассказывая о том, что написил 15-летний еврей кантониста такому фамилию Афанасиев, производную, понятную, собственную имени, Фет добавляет, в последствии в должности полкового аджетанта не довелось быть восприемником многих евреев, и таких Афанасиев оказалось не менее десяти. В таком казарменном благочестии было все же нечто казусное. Исприять во внимание его стойкую вражду к официальному исповеданию и церковному таинству. На сей раз он просто подчинялся приказу, и, как всегда, подчинялся добросовестно. Вспоминается девиз кукольника. «Если царь прикажет, через два месяца кушетки стану». Эту свою всегдашнюю нелюбовь к ритуалу и клиру Фет вынесу из протестантской, причинения Гердбутерской школы Верро, вне город Верро в Южной Эстонии, где он с успехом проучился три года, для которых всегда говорил с уважением и благодатностью. Между тем, Гердбутерку Сернаш студировал не только Новый, но и Ветхий Завет. И Фет, несомненно, набрался их познаний, пригодившихся ему потом для окорбления армии и слепасток. И сидел воспитанником, по нему малолетних детей встречались, как только что видели, подростки или юноши. Окрестить их, разумеется, было гораздо труднее, ибо работа с ними требовала определенной эрудиции и боевых народов. Но и без того, в черте оседовости его приходилось в путь северей. Видимо, именно тогда Фет и сам приобрел кое-какие представления еврейской традиции, следы которой различивы во дальнейшей жизни. В статье 1862 года из деревни он говорит о том, что, цитирую, «благодатные плоды вечно творческого духа», то есть образования в России, что они все ниже и ниже собственную тяжесть все наклоняют корму, то есть к национальному воспитанию плодоносной веки». Конец цитаты. Метафора восходит Минахму Риканати, еврейскую мистику 13-го начала 14-го века, у которого падение спелых плодов на родную землю сравнивается с возвращением человеческой души к божественному источнику. Такую же цитату из Риканати, скрытую, я нашел у Ходосевича. И, к разу, об этом в Вайсбанду, он предположил, что вино и трясало, что источником послужило еврейское окружение бабушки Ходосевича. В данном случае, это вполне убедительно, в случае Фета мы точно не знаем, а, возможно, оригинальное, возможно, происхождение. Серьезной этической проблемой, в течение долгих лет занимавшей Фета и запряженной, в частности, с его судейскими обязанностями, бывают черты в развлечении категории добра и зла. Наконец, он находит простой, вместе с тем, универсальный решение, о котором в сентябре 80-го года пишет Толстому. «Не стоит только не делать другому того, что мне неприятно самому». На деле перед нами классическая цитата из Рави Гилеля, который называл этот принцип основой всей Торы, всего еврейского закона. «Не делай ближнему того, чего не живай себе». Талмуд, шаббат, трактат, шаббат, 31 альф. В то же время, в развитом отличии от христиан и от людей, Фетт очень редко и обычно со скептическим равнодушием упоминает и веки грядущих. Правда, подобно Гернгутерам и прочим пиетистам, он неустанно я стыдю, он неустанно словосводит смерть, но у него и его врата чаще всего ведут небытие, к которому он тянулся с мучительным терпением. Кажется, это был единственный в мире поэт, назвавший жизнь или дом, еще мгновенным, а смерть бездонным океаном. Здесь не место вдаваться в сложный и довольно сбивчивый набор его методических предпочтений, но в них доминирует именно это, совсем элементарная на первых взглядах позиция небытие-бытие. Он приближно обустраивал свой житийский лед, топорет гараживаясь от бездны службы, чинами, имением, главной стихами, как целительной иллюзией обретенной вечности. Ему высшей степени присуща была та раздвоенность, которую Андрей Муруаф в своей книге о Дезраэле назвал главным свойством восточного человека. Стремление к земному благополучию и одновременно обостренное ощущение бренности земного счастья перед лицом вечности. Естественно, что любимым библейским персонажем и автором для него был наряду с Моисеем царь Соломон. Именно его чаще всего он и упоминает в своих отсылках к Писанию. Причем Соломон, взятый под углом именно такой дихотомией от домостроительных текстов, притчи, книги премудрости до экклезиаста, всего трагической темы суеты, не спасающие от уничтожения. В данном докладе, однако, позволю себе упомянуть лишь о первом из этих смысловых полюсов, связанном с понятием бытия и творения в повседневной этике фета. Из веру он вынес идеалу неустанного созидательного труда, который руководствовал всю свою жизнь, и который показывал самую очевидную зависимость от ветхозаветных, добродетельных, и пакистантизмов. Но фет идет значительно дальше. Он как бы возвращается к первоисточникам этих ценностей, попросту говоря, на ветхий завет он опирается несравненно чаще и охотнее, чем и на ногу. Для своих оградных и прочих трудов фет находит прямую санкцию в законе Моисея, причем именно в тот период, на рубеже 80-х годов, когда он цитирует речение Раби Гилеля, защищающего нравственную самоценность любого индивида и его право на элементарный биологический эгоизм. Это время обострившейся полемики фета с новым христианско-аскетическим учением Толстого, которого он считает безответственным эскапизмом, и которому, по сути, противопоставляет чисто креационистский папа света Крузовера. Еврейское происхождение своей библейской морали он как бы мастерует при этом шаблону и дофобским штрихом. Весьмель его Толстому от 18 июля 1879 года Фея пишет «Земля кормилица, скупа как жить, в поте лица своего снеси хребт твой, сказано породия потерянного рая. Непонимание этого краеугольного закона есть наша общая человеческая, а тем паче русская беда». Конец там. От 19 марта 80-го года в антихристианском и антиэстетическом азарте он снова напоминает ему «Вы работаете, стало быть, живете по закону Моисея, вне которого нет человеку ни радости, ни счастья». То есть закон не упразднен, не устарев, не изменен благодатью. А всем нагнетается ветхозаветный мотив добытого блага. Рефрен из первой главной книги «Бытие», описывающий створение мира и увидев Бог, что это хорошо. «А наша дева», продолжает ответ, «Побольше навозу, да побольше хорошей пшеницы, да хороших животных, возьмем хорошее устройство парка, а радость и завод целое лето». Конец цитаты. Более того, он поясняет по поводу закона Моисея, «Я во всех случаях с ним совершенно согласен, за исключением субботнего дня, так как я не еврей. Я не верю, что нарушение от десяти заповедей зло, а вижу и чувствую все эти чувства, то есть знаю». Письмо 10 мая, с 19-го года. Через полгода в письме 16-го и наряду с 19-го года Фед повторяет, «Мой личный кодекс исчерпывается с десятью заповедями, которые стараюсь не нарушать, и не потому, что я дошел до этого умом, а потому, что мне самому это нарушение больно». В тех нечастых случаях, когда Фед говорит о Боге, он видит в нем не спасителя, а создателя. Я не берусь судить о том, насколько я опускаю цитаты, поскольку их много и как не вместятся в рамке доклада. Пошу по животному голосовому в данном случае. Я не берусь судить о том, насколько эти приоритеты были предопределены с точки зрения наследственности, но в житейском плане есть духовный маршрут, это блуждание на обратном пути от Павла к Савлу. Спасибо за внимание. История болезней мне остается идти к другой, не менее пикантной теме. В 2007-2008 годах в журнале «Наш наследие» Шумихин напечатался своими ценными комментариями интереснейший корпус писем Георгия Петровича Блока, вернуврата Александра Александровича, в Садовском, датированном 21-22 годах.